Какая может быть стратегия российской оппозиции после выздоровления Навального, кроме умного голосования, или пока Путин жив, ничего не изменится, спрашивает один из наших зрителей, и вопросов много, но некоторые успеваем зачитывать. Мне кажется, разумная стратегия – это выход на улицы и площади. Это политическая практика, которая сейчас приносит пользу Белоруссии, и она несомненно сработает и в России. Это можно организовать в форме децентрализованных акций. Что, в общем, происходит? То есть вы говорите о том, что мы давайте в определенный день выйдем прогуляемся, и указываете места в городах, куда можно выйти прогуляться. И чем больше людей выходит, тем очевиднее эффект мобилизации. Плюс можно предложить для них какую-то идентичность. Я имею в виду какой-то внешний опознавательный знак, по которому они будут узнавать друг друга. И это тоже будет свидетельством, но каким-то косвенным критерием, индикатором того, как идет мобилизация. Потому что судьба России не будет решаться на избирательных участках. Это уже очевидно, учитывая, как в России организованы выборы. Она будет решаться на улицах и площадях. Значит, надо людей к этому приучать, как приучали белорусы. Только такая стратегия и способна принести успех. И у меня нет сомнений, что она этот успех и принесет. Коллеги? Многие наши зрители пишут о том, что призывают вас себя беречь. Ну и в частности, в контексте того, что вы сейчас рассказали нам, беря во внимание ваше задержание недавнее, учитывая то, что вы рассказали нам сейчас о возможной попытке отравления вас новичком, страшно ли вам? Я, конечно, испытываю опасения, как любой нормальный человек, но у меня нет страха. Я избавился от страха, когда принял решение заниматься в России политикой. У меня нет гражданской активности. Я хорошо понимаю, на что я иду. Но есть сегодня то, что вас может защитить? Да, есть то, что меня может защитить, то, что меня защищает. Но, к сожалению, абсолютной гарантии в России вам не может дать никто, даже президент Российской Федерации. Так здесь организована социальная и политическая жизнь. Спрашивают. Да. Профессор, если вы согласны, что на одно неудачное отравление приходится десятки удачных, на какие внезапные смерти последних лет вы бы могли обратить внимание общества? Влад спрашивает у вас. К сожалению, я не могу дать такого ответа, я просто этого не знаю. Обычно вспоминают смерть политика Никиты Исаева, но это как раз тот случай, когда смерть была естественной. Это я знаю. Я не могу вам сказать, потому что, понимаете, любое вскрытие, если использовать так называемый инфарктный газ, любое вскрытие покажет, что человек умер от острой сердечной недостаточности. И даже опытный патологонатом может не обнаружить. Ну, необходимы просто специальные исследования, которые вряд ли проводятся в таких случаях. Коллеги. Еще вопрос Дмитрий у вас спрашивает, пойдет ли Путин на выборы президента в 2024 году. Нет, Путин не пойдет на выборы президента в 2024 году. И, как я уже несколько раз говорил, в том числе в вашей программе, его не будет в российской международной политике уже в 2022 году. Коллеги. Напомните нам, Валерий Дмитриевич, напомните нам, где будет Путин, по вашей версии. Его не будет просто в российской международной политике. Вот там его не будет. А все остальное это уже не имеет особого значения, мне кажется. Коллеги. Да, также много еще вопросов. И да, я надеюсь, что мы еще успеем вам хотя бы несколько задать. Ради бога. Спрашивают вас о том, если уйдет Лукашенко, Беларусь пойдет в Европу и разорвет ли отношения с Россией? Да, в какую сторону пойдет Беларусь? Безвеста, пожалуйста. Я считаю это все-таки маловероятным. Зависимость Беларуси от России чрезвычайно велика. Ощущение этой зависимости, ну, зависимости, да, оно характерно, мне кажется, для всех групп белорусского общества. В Беларуси нет ярко выраженных антироссийских настроений. Есть какие-то небольшие группы, но это настроение носит все-таки маргинальный характер. И, наконец, третье, самое важное, Европа не готова принять Беларусью. В ближайшие несколько лет, насколько я представляю, это крайне маловероятно. Не готова, в том числе и потому, что она не хотела бы ссориться с Россией. Россия рассматривает Беларусью как свой западный домен и не готова ее никому уступать. И потом с Украиной, значит, еще можно было за Украину бороться, западу. Хотя, если вы вспомните 2014 год и переговоры протестующих с Януковичем, которые проходили при посредничестве Евросоюза, Евросоюз всячески настаивал на компромиссе и сдерживал протестующих от решительных действий. В Беларуси тем меньше шансов западу, скажем, вырвать Беларусью из объятий Российской Федерации. Да и нет просто еще ресурсов. В настоящее время вот из-за пандемии коронавируса, из-за восстановления экономики, считает, что нет ресурсов. Так что, может быть, потом, впоследствии Беларусь будет медленно-медленно дрейфовать в сторону Запада. И фактически в социокультурном отношении это происходит, поскольку белорусская молодежь ездит отдыхать, учиться в Литву, в Польшу. Я не знаю, как насчет Латвии. Я встречал Латвию тоже белорусов, но вот в Литве и Польше их довольно много. То есть будет происходить постепенная смена или смещение социокультурного вектора. И молодые белорусы это уже демонстрируют. Но это довольно-таки медленный процесс. И он скорее именно социокультурный, а не политический. Коллеги? Вопрос от Ирины. Почему массовые, длительные акции протеста в Хабаровске пока не дают результат? Ну, они, к сожалению, не смогут дать результаты, если к ним не подключится Россия или хотя бы часть России. Вот в чем беда. Хабаровск далеко. Это такой относительно изолированный регион, который власть не то что проигнорирует, но она считает, что опасность экспансии, опасность переноса протестов на другие территории не очень высока. И надо просто ждать, пока протест сам собой выдохнется. Коллеги? Вот еще спрашивают, у вас Новый год будем праздновать без Лукашенко, как считаете? Понятия не имею. Говорю вам совершенно откровенно. Я думаю, что следующий Новый год, 22-й, мы точно будем праздновать без него? В этом году не знаю. Впрочем, Лукашенко тоже не знает. И никто пока что не знает. Я не исключаю резкой динамики в Беларуси, которая не просто надломит его, а обрушит конструкцию власти. Но пока что я не вижу этой динамики. Но исключить ее я тоже не могу. Но что еще раз повторю. Никто не ожидал того, что в Беларуси будет такой длительный, не протест, а революция. Такая высокая мобилизация, длительная. Значительная часть белорусского общества. Этого не ожидал никто. Ни один аналитик. Ни в Беларуси, ни в России, ни за их пределами. Коллеги. Ну что ж, Валерий Дмитриевич, благодарим вас за то, что нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Благодарим вас за ваше мнение. Спасибо, с удовольствием. Всего хорошего вам, коллеги. Всего вам доброго.